Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 30 июля. Ситуация по задолженностям коммунальных платежей бюджетных организаций за первое полугодие. Пример поручил в кратчайшие сроки перечислить необходимые суммы. Развитие спорта, поддержка спортсменов. В Южной Осетии образован Национальный олимпийский комитет. Замена кровли, окон, косметический ремонт. В станции юных натуралистов готовятся к новому учебному году. Вопрос неуплаты бюджетными организациями коммунальных платежей подняли на заседании правительства под председательством премьер-министра Эрика Пухаева. В целом кабинет министров рассмотрел 16 основных вопросов. Были заслушаны отчеты руководителей министерств и ведомств. Елена Газаева с подробностями. Состоялось заседание правительства под руководством Эрика Пухаева. На повестку дня было вынесено 16 основных и 3 дополнительных вопроса. Об исполнении государственного бюджета Республики Южная Осетия за первое полугодие 2019 года представила доклад министр финансов Аза Хабалова. Судокладчиками выступили глава администрации города Скинвал Алан Кочев и председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Батрас Санакоев. Санакоев отметил, что состоит ситуация по задолженностям бюджетных организаций за первое полугодие. Бюджетным организациям за первое полугодие 2019 года расход электроэнергии составил 13 миллионов 127 тысяч 314 киловатт-час. На сумму 46 миллионов 115 тысяч 84 рубля. Поступление составило 29 миллионов 853 тысячи 186 рублей или 65 процентов от расхода. По природному газу расход составил 12 миллионов 737 тысяч на сумму 7 миллионов 426 тысяч 26 рублей. Поступление составило 44 миллиона 861 тысяча 950 рублей, что составляет 65 процентов от расхода. Председатель правительства Эрик Пухаев, обращаясь к кабинету министров, призвал всех к следующему заседанию погасить образовавшиеся задолженности. Об исполнении бюджета пенсионного фонда за 2018 год, а также об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования отчиталась председатель пенсионного фонда Аза Тасоева. Средняя пенсия по республике составила на 1 января 2019 года 6272 рубля, средняя трудовая 6740 рублей, средняя социальная 4278 рублей. В то же время, как мы все знаем, 423 человека у нас получали пенсию в размере 2900 рублей и несколько человек получали пенсию в размере 1400 рублей. На общегосударственные расходы в течение года потрачено 9 миллионов 829 тысяч рублей, вместо предусмотренных 11 миллионов 197 тысяч рублей. В течение года пенсии выплачивали без задержки и в полном объеме. Об утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в республике Южная Осетия представил доклад Эдуард Загоев. Разработанное постановление предусматривает внедрение правил предоставления услуг по газоснабжению в республике Южная Осетия, устанавливает требования по обеспечению национального и эффективного использования газа. Также определяет порядок учета количества газа для физических и юридических лиц. Об утверждении порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, требованиям техническим регламентом, иных нормативных правовых актов, проектной документацией отчитался перед кабинетом министров, председатель комитета экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия Таймура Аскулухов. Настоящий порядок также определяет предмет проверок при осуществлении госнадзора, порядок выдачи заключения о соответствии должностным лицам органов государственного строительного надзора, застройщику или заказчику, или решение об отказе в выдаче такого заключения и основания в выдаче такого заключения. Руководитель аппарата правительства Республики Южная Осетия Олег Гоглоев выступил с докладом об утверждении устава страховой компании ООО «Аланя» и назначением на должность генерального директора ООО «Аланя» Рудольфа Тедейва. Дорожаемые члены правительства, если помните, в декабре прошлого года было решение правительства об объявлении конкурса на замещение должности руководителя страхового общества, страховой компании в государственной конкурсе участвовало 7 человек. По итогам конкурса победителем был определен Тедейв Рудольф Футарович. Поэтому представляем вам его кандидатуру. Он работал в страховых компаниях и в нескольких страховых компаниях в том числе в качестве руководителя. Эти и другие вопросы обсуждались на заседании правительства. Елена Газаева, Александр Кочев, информационный выпуск сегодня. Граждане Республики обратились к председателю парламента с просьбой об оказании помощи. Обращения касались в основном жилищной темы. Были и те, которые просили выделить финансовые средства на те или иные нужды. Спикер заверил, что после рассмотрения вопросов будут приняты соответствующие решения. Председатель парламента Алан Татаев провел прием граждан. К спикеру парламента обратились более десятка человек. Обращения граждан касались жилищных вопросов, трудоустройства, оказания социальной помощи. Инга Гоглоева попросила помочь восстановить домовладение пожилым родителям, которое сгорело в феврале текущего года. Все это время семя ждало, что на их проблему обратят внимание. Инга Гоглоева обратилась к Алану Татаеву с просьбой до наступления холодов посодействовать решению насущного вопроса. Родители уже в возрасте, они пенсионеры, нигде не работают, я единственный ребенок в семье, а у меня нет таких финансовых возможностей, чтобы построить им дом. Комиссия проверила дом и решила, что он подлежит восстановлению. Я не знаю, что мне делать, помогите мне, пожалуйста, в решении этой проблемы. Зоя Гучмазова в числе тех, кто записался на первый прием в главе парламента. Она вместе с семьей проживает в двухкомнатной квартире. По ее словам, сын недавно женился, и они в скором времени ждут пополнения, в связи с чем в квартире стало тесно. Также она обратилась с просьбой к Татаеву о том, чтобы семье помогли сменить адрес проживания по определенным причинам. Я буду податать по смене адреса машинных пунктов. Но то, что касается ширины обедушек, я тоже буду податать, но это сугубо дело комиссии, которое нас предъявляет. Я не могу, не кажется, реально их не удастся, потому что они в поручении президента, чтобы все именно было погасло. Это на форс-кандистане, конечно, будут возрасти. Погасшие звезды геноцидов в книге подробно описывается все, через что пришлось пройти остинскому народу. Книга основана на реальных событиях. Автор Майя Бекоева попросила спикера парламента оказать материальную помощь в издании этой и еще одной книги «Жизнь и творчество» Коста Хитагурова. Я думаю, что в течение августа, мы уже, ну, по-моему, скорее всего. Алан Таттаев заверил всех, что вопросы будут рассмотрены повторно и в обязательном порядке приняты соответствующие решения. Агунда Губозова, Александр Кокоев, информационный выпуск. Сегодня. К столетию геноцидастинского народа в республике планируется ряд памятных мероприятий. Среди них и постановка Югостинского госдрамтеатра. Автор проводит кропотливую работу над пьесой. В ней подробно будут изложены события тех лет тщательной проверкой фактов. Материал практически на завершающей стадии. Подробности далее. В 2020 году в Южной Осетии будут отмечать трагическую дату столетия геноцида остинского народа. Этому событию будет посвящено много мероприятий. Среди планируемых памятных мероприятий на сегодня уже выделяется заявленная масштабная общенациональная остиническая постановка Югостинского госдрамтеатра по пьесе талантливого писателя и драматурга, члена Союза писателей Рио, заслуженного журналиста страны Алана Остаева. Автор сейчас работает над пьесой. Мы посвящены этим событиям, которые происходили в городе Скинвал в это время. И я думаю, что там мы покажем то боль, то страдание нашего народа, которое, можно сказать, мы всеми возможными средствами тетрально можем выразить вот это на сцене. И работа идет сейчас над текстом, адаптация текста идет уже к сцене, потому что работы очень много. Как говорит Тамилан Зудцев, досконально проверяются все факты. Надо приложить все усилия, чтобы донести достоверную информацию до зрителя. Мы не имеем права забывать об этом. На сегодняшний день нет такой пьесы, которая бы подробно рассказывала о тех событиях. Написано про геноцид нашего народа, говорит Зудцев. Гонбой там будет, это 13 коммунаров. Это все знают, потому что этому событию мы придаем большее значение. В этом плане, конечно, мы не забываем те события, когда начинался исход юго-осинского населения на север, в котором погибли очень много людей. Не говоря об этом, как город сжигали, не говоря об этом, как расстреливали всех тех, который был осетином, и можно сказать, что это был основным критерием, можно сказать, вот этого геноцида, и тут по национальному признаку были уничтожены тысячи людей. Пьеса практически готова, но в нее вносятся некоторые поправки. Уже ясно, что это будет постановка, которая в полной мере покажет всю правду широкомасштабного геноцида осетин. И она никого не оставит равнодушным. Регина Черткоева, Рауль Кочиев, Фадима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня. Профессиональный рост и технические возможности службы внешней разведки Южной Осетии вырастут благодаря подписанному соглашению ведомства с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, сообщил глава службы внешней разведки республики генерал-майор Алексей Варзиев. Как рассказал Варзиев журналистам, теперь станет возможна подготовка кадров на федеральном уровне, борьба с международным терроризмом, выявление и пресечение разведывательной деятельности. Соглашение между Федеральной службой безопасности и службой внешней разведки о сотрудничестве и взаимодействии было подписано 26 июля в Москве. Соглашение подписано в рамках большого союзнического договора с Российской Федерацией. Соглашение предусматривает это оказание материально-технической помощи в становлении и развитии Юго-Астинской спецслужбы. Содействие в разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих нашу деятельность. Особую благодарность я бы хотел выразить нашему президенту Бибилову Анатольевичу и главе МИД республики МИДО и оказанную помощь в подготовке и подписании данного соглашения. Проблема с водоснабжением жителей Цхинвальского района решается поэтапно. На сей раз приятной вести радуются жители села Мацхуари. Через неделю им будет доступна питьевая вода. Скважина уже пробурена. Руководством района предлагается максимум усилий для обеспечения водой всех сел. Репортаж Анжелы Кукоевой. Для решения проблемного вопроса с отсутствием питьевой воды жители села Мацхуари с Цхинвальского района обратились к главе района Вахтангу Мамитову. Они были услышаны. Вот уже несколько дней ЖКХ района проводит работы по обеспечению сельчан питьевой водой. Работам в этом селе мы приступили неделю назад. На этот раз нам не понадобилась специальная техника для бурения. Скважину скопали трактором. На глубине 9 метров оказалась вода. В селе проживает 8 семей. И воды будет хватать на всех. Жителям села уже больше года приходилось нести воду из соседней деревни. В настоящее время в селе пробурили скважину. И после того, как вода в ней будет очищена, жители обеспечат пригодной для питья водой. Из-за отсутствия воды мы испытывали трудности. Тут неподалеку находится крант. И нам приходилось ждать часами, чтобы наполнить емкости. Искали выход из ситуации и обратились к главе района. В администрации сразу же отреагировали на нашу просьбу. За что мы им благодарны. Мы с нетерпением ждем того дня, когда у нас появится вода. ЖКХ района намерены завершить все работы в течение недели. По словам главы Ценвальской районной администрации Вахтанга-Маминтова, проблема питьевой воды во всем районе стоит довольно остро. И со стороны районной администрации прилагаются все усилия по мере возможности для обеспечения сельчан питьевой водой. Анжела Кукоева, Александр Кочиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии образован Национальный олимпийский комитет. Было отмечено, что эта общественная организация помогает государству и профессиональному спорту поддерживать спортсменов. Идея создания принадлежит главному тренеру России по вольной борьбе Замбулату Тедееву, который выделил миллион рублей для формирования сборной. Единогласным решением была одобрена кандидатура Роберта Табуева на должность президента Олимпийского комитета. Он четыре года возглавляет спортивный комплекс «Олимп». Также были избраны первый вице-президент Алан Алборов, вице-президент Чермен Тибилов, гендиректор Олимпийского комитета Дмитрий Джабиев и члены исполнительного комитета. По общему мнению, в исполком вошли все президенты Федерации олимпийских видов спорта. В общем, и усилиями нам предстоит сделать все возможное для того, чтобы мы были признаны на международной арене в качестве государства Аланья, и чтобы наши спортсмены, соответственно, проявили себя с самой лучшей стороны, чтобы достигли олимпийских наград, олимпийских весов. Это самая главная задача. Сегодня это день знаменательный для Южной Осетии, то, что как один из атрибутов государства, он должен этот вопрос назревать. Представить еще юридические формальности, которые, я думаю, мы без всяких вопросов должны пройти. Идея, которая спонтанно возникла у нашего соотечественника, дает свои плоды, причем неплохие. Житель Занаурского района к развитию рыбного хозяйства приступил пять лет назад. Поэтапно предприниматель развивает свое дело и в скором времени планирует реализовывать рыбу. С энтузиастом пообщалась Алена Уттаева. В нашей республике много таких людей, которые хотят заниматься собственным делом, что-то делать своими руками. Один из них – житель села Уби от Занаурского района Роберт Петриашвили. К развитию рыбного хозяйства Роберт приступил пять лет назад. А все началось с того, что в одном из городов Северной Осетии, в Ордоне, он с друзьями покупал рыбу и увидел здесь огромное рыбное хозяйство. От увиденного он был в восторге и решил заняться этим делом. Идея возникла спонтанно. Рыбное дело доставляет мне огромное удовольствие. Сперва у меня не получалось, но со временем я научился всем тонкостям этого дела. Сделал бассейны и запустил форель. Есть и сложности. Два раза я начинал с нуля, так как незнакомые люди пробирались через забор и отпускали всю рыбу в реку. Я больше чем уверен, они не хотели украсть, а делали все это из зависти. Бассейны состоят из двух отсеков. В одном фермер держит мальков, а в другом – больших рыб. В планах фермера развести и другие виды рыб. И для них он уже подготовил бассейн. У фермера два вида форели – радужный и золотистый. Вот так они ведут себя, когда их кормишь. Роберт Петряшили планирует приобрести на будущий год ясетров. Раньше фермер продавал рыбу. Но так как приходилось два раза начинать с нуля, он временно не реализует свою продукцию. Корма для рыб привозит с Тагистана. Поэтапно фермер развивает рыбное хозяйство. И в скором времени заново начнет реализовать форель. Рядом с рыбным хозяйством есть и зона отдыха, где можно интересно провести свой досуг. Алена Утева, Заурустаев, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня. Здание станции юных натуралистов со дня открытия в 80-м году капитально не ремонтировалось. Теперь к новому учебному году здесь готовятся основательно. Кровля и окна заменены, а уютную атмосферу в кабинетах создают сами педагоги. Ход проводимых работ проверила Фатима Чочиева. Она же и поинтересовалась, какие кружки ждут ребят в сентябре. В станции юных натуралистов готовятся к новому учебному году. В здании поменяли кровлю, которая уже сильно обвисшала. Полностью заменили окна, также укрепили наружную стену. По словам директора станции, для того, чтобы полностью отремонтировать здание, нужны немалые финансовые средства. Но так как таких денег пока нет, выделены деньги на частичный ремонт. Республиканская станция юных натуралистов была построена в 1980 году и с тех пор капитально никогда не ремонтировалась. Педагогический коллектив своими силами проводил косметический ремонт в учебных кабинетах, стараясь создать уютную атмосферу, чтобы детям было комфортно учиться. Мы своими силами покупали ремонтные материалы, и каждый педагог ремонтировал свой кабинет. Но этого, конечно же, недостаточно. И мы обратились к главе государства. Он нам выделил средства на частичный ремонт. Мы ему благодарны. Учебное заведение посещает более 400 детей. На данный момент в учебном заведении функционирует 19 кружков. Это юный эколог, природное и художественное творчество и рок-обидс, то есть осетинская кухня, цветоводство и овощеводство, животные рядом с нами и другие. На занятиях в кружке «Животные рядом с нами» у учащихся есть возможность ознакомиться с разными видами животных и птиц, играть и ухаживать за ними. В станции также функционирует кружок «Юный турист и краевед», который среди учащихся пользуется большей популярностью. Детей водят на разные экскурсии, и знакомят с достопримечательностями родного края. Сначала проводим с детьми теоретические занятия, потом переходим к практическим. А с осени начинаем водить их в экскурсии по районам республики. В учебном заведении часто проводят различные мероприятия, конкурсы. Детей учат бережном отношении к окружающей природе, изучают флору и фауну родного края. Здание находится далеко от города, учащихся приходится возить на машине учебного заведения. Но так как детей очень много, этой машине не хватает, и педагогам приходится ехать к ученикам в школу и проводить уроки там. Я хочу обратиться к руководству республики, чтобы приобрели нам автобус, так как это необходимо. Мы должны возить детей и прививать им любовь к родине. Во дворе учебного заведения с первых дней весны до поздней осени цветут разнообразные декоративные цветы. Пусть покрасок поражает взор и удивляет прохожих. А помимо них здесь посажены овощи, фрукты и злаковые культуры. Фатима Чочиева, Александр Кочиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дюоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова